Здравствуйте, меня зовут Эйнулаева Тара Расимовна. Я врач-онколог-мамолог, занимаюсь заболеваниями молочной железы. Часто ли вы видите, очевидно, неправильно подобранное белье у ваших пациенток? Да, я часто вижу неправильно подобранное белье у своих пациентов. Они жалуются на боли, в основном на боли в области плечевого пояса и на боли от рези, когда сжимает неправильно подобранное белье. Как неправильно подобранный бюстгальтер с перспективы мамолога вредит женскому здоровью? Как врач-мамолог, я могу сказать, что неправильно подобранное белье может вызывать дискомфорт, я опять же повторюсь, в области плечевого пояса, может натирать кожу, но как онколог скажу, что рак молочной железы он не вызовет. Правда ли, что тесные чашки и давящие на молочные железы косточки могут привести к нарушению кровообращения и оттока лимфы? Чем это грозит для здоровья женщины? Это правда. Неправильно подобные чашки и сжимающий каркас, так скажем, может нарушать лимфоотток. Это приведет к нарушениям кровообращения. Если это делать постоянно, как хроническая форма, это может в дальнейшем вызвать какие-то другие заболевания молочной железы. И болевой синдром от натирания кожи молочной железы, самой молочной железы, как органа. Ну и соответственно, если брать белье, мы знаем, что оно должно вот нижнюю часть его проходить под субмомарной складкой, иначе оно будет сжимать молочную железу и вызывать те самые нарушения кровообращения, что нежелательно. Как мамолог я часто вижу пациентов, которые жалуются на боли. Головные боли даже бывают, потому что у нас есть трапециевидная мышца на спине, которая пережимается из-за бретелек, которые неправильно, опять же, подобраны. Также пережимается ключично сосцевидная мышца. При неправильно подобном белье, при сжатии бретельками, вызывается болевой синдром из-за напряжения этих мышц. Соответственно, это приводит к головным болям, к боли в области плеча, порой к конемению конечностей. Также это можно назвать как апертура верхней грудной клетки. Почему врачам проще порекомендовать бюстгальтер без косточек, несмотря на то, что правильно подобранный бюстгальтер с косточками не наносит вреда? Потому что это очень сложно, подобрать правильный бюстгальтер с косточками, чтобы он правильно сидел на женщине. Я часто сталкивалась с пациентами, которые просто не могут правильно подобрать, и в итоге этот косточек, этот каркас, он просто либо висит на них, либо впивается в кожу. Им легче подобрать без каркаса, без металла. Какие ошибки вы, как врач, видите в подборе белья чаще всего? Как врач чаще всего я вижу маленький размер белья на большой женщине с большими размерами, который вот впивается. Симптомы как боль, нарушение кровообращения, того же лимфооттока. Чаще я больше таких пациенток вижу, нежели чем большой подобранный бюстгальтер, который уже висит на ней. В процентном соотношении, я бы сказала, 80% пациенток приходит с бельем, которое мало. Я бы даже разделила 10%, хорошо они правильно подобрали белье, а 10% все-таки выбрали на размер больше. Какие женщины страдают от неправильного подбора белья чаще всего, и верны ли, что это женщины с большой грудью? Утверждение, что женщины с большой грудью страдают от неправильно подобранного белья больше, это правда, так как им сложно подобрать белье их размера. Они не могут правильно оценить размер чашки, длину бретельки, и, соответственно, страдают от обвисшей еще груди. Поэтому они страдают чаще. Считаете ли вы, что у вашей пациентки 35+, более внимательно относятся к подбору белья и сохранению женского здоровья? Да, я считаю, что 35+, уже женщины начинают задумываться о заболеваниях молочных желез, так как сейчас все об этом говорят, все об этом знают, посещают маммолога, я, по крайней мере, на это надеюсь. В связи с тем, что грудь начинает обвисать с возрастом, женщины начинают более внимательно относиться к подбору бюстгальтера. Есть даже такое исследование, что когда хотели доказать, что вот рак молочной железы и подбор бюстгальтера как связан, в итоге это ни к чему не привело. Привело к тому, что лишь женщины постарше и пополнее, так скажем, они просто чаще носят белье, чем женщины с маленькой грудью. И поэтому у них чаще, соответственно, развиваются заболевания молочной железы, потому что они полнее, а не потому что они чаще носят бюстгальтер. Как женщине правильно обследовать свою грудь в целях профилактики? Совет такой. Сейчас много исследований, которые говорят о пользе маммографии. Скриннинг молочной железы. Он начинается после 50. До 50 искать что-то в себе не нужно. Многие доказали уже, что это приведет только к лишним операциям, к лишним нервам, и это не нужно делать. Это нужно делать после 50. Если у вас все нормально, это называется средний риск. Есть низкий, средний и высокий риск. Если у вас средний риск развития рака молочной железы, то вам нужно делать это раз в два года, маммографию. Самообследование молочных желез имеет место быть. И многие женщины этим не занимаются. Но это очень сложно обнаружить в себе изменения. Чаще всего пациентки обращаются к маммологу со словами, что мой молодой человек нащупал у меня в груди шишку. То есть это не то, что она сама обследовалась, а помог ей, например, супруг или молодой человек. Самообследование я скажу своим пациентам, например, пожалуйста, если есть возможности, делайте самообследование. Это должно быть. Но зная, что она сама ничего никогда не найдет, это потому что сложно. Это нужно, чтобы поверхность молочной железы была гладкая. Часто рекомендую делать это маслами. То есть, чтобы скользило и натыкалось на какое-то образование, если оно есть. Ну, я рекомендую самообследование молочных желез, но никак. Фанатики каждый день стоят около зеркала и ощупывают свою грудь. Это должно происходить, наверное, профессионально. Лучше посетить маммолога, если есть какие-то сомнения, она это сделает профессионально. Вы нашли какое-то образование, или у вас из соска есть какие-то выделения, то, конечно, вам нужно бежать к маммологу. И маммолог уже решит, какие виды обследования вам нужно пройти. Что важно учесть при подборе белья, если женщине диагностирована мастопатия? Что такое мастопатия? Это совершенно неизученное заболевание, и оно включает в себя комплекс болезней. Это может быть и фиброаденома, и киста. Это могут быть просто болевой синдром. Пред циклом женщины вызывает отек у некоторых и боль. В связи с этим я бы порекомендовала все-таки проконсультироваться с специалистом по подбору белья, чтобы она подобрала максимально комфортное белье. При мастопатии я бы рекомендовала женщинам выбрать разные виды белья, так как до того, как начинается болевой синдром и отек молочной железы, железа меньше, соответственно. При нарастании симптомов, когда железа немного увеличивается, отекает и вызывает дискомфорт в виде боли, я бы порекомендовала выбрать чуть больше размер, чтобы при увеличении не сжималась грудь, чтобы чашка была подобрана по размеру и, в принципе, не вызывала сжимающий эффект. Правда ли, что ношение неправильно подобранного белья провоцирует развитие мастопатии и отеков? Неправильно подобранное белье, мы знаем уже, вызывает нарушение лимфооттока. И если, например, провести параллель с ногами, как варикозное расширение вен, нужно помочь. То есть мы часто рекомендуем женщинам поднимать ноги, чтобы отток был лучше. Тут такой же эффект. То есть правильное подобранное белье, грудь, она в таком состоянии, что кровь и лимфа отекают легко. Соответственно, при этом, даже если есть мастопатия, ее нельзя убрать правильно подобранным бельем, но уменьшить симптомы и более, так скажем, благоприятно, чтобы она текла, можно с помощью правильно подобранного белья, чтобы не сжимать грудь и был адекватный кровоток или лимфоотток. Природа мастопатии все-таки гормональные изменения. Неправильно подобранный бюстгальтер может просто привести к усугублению состояния. К отекам может привести неправильно подобранный бюстгальтер. То есть, опять же, что такое отек? Это нарушение кровотока, лимфооттока. Проблема правильно подобранного бюстгальтера, я бы сказала, стоит остро, так как большинство пациенток жалуются на боли, не связанные с заболеванием молочных желез порой, и вызывают их неправильно подобранный бюстгальтер, соответственно. Я бы рекомендовала всем обращаться к консультантам, к барафинтерам, и подбирать правильное белье, правильную чашечку из хорошего материала, чтобы ткани были натуральными, ну максимально натуральными, чтобы не было эффекта сауны в них, чтобы не было пережатий, чтобы не страдали мышцы, и не болела голова, и не усугублялись заболевания молочных желез. Для современной женщины это очень важно, выбрать правильное белье и носить его в свое удовольствие.